Дорогие друзья, я с вами Виви. У меня для вас очередное видео, которое будет посвящено чемпионату Кореи. Вчера у нас выходило одно видео, сегодня еще одно видео и опять команда Т1. Узнаете, парни? Вот я не узнаю. Не похож он на фейкера. А это означает, что то видео, которое я вчера записывал, и оно было со слухами о том, что у фейкера проблемы с руками. Ну как слухи? Это было на самом деле сказано на пресс-конференции после матча с НС Редфорсами, что у фейкера после матча против команды Брайан Блейд заболела рука, и он сказал, что это повлияло на его перформанс. Правда, команда все равно одержала победу. Против команды НС Редфорс фейкер, видимо, продолжил болеть с этой рукой, и они запустили пресс-конференцию, в которой рассказали, что фейкер в понедельник пойдет в больничку. В больничку он сходил, сходил он вместе с Гумаюши, потому что у того тоже что-то болело. Гумаюши приступил сразу к тренировкам, и вроде ничего плохого у него не произошло. Про фейкера все молчали, но сегодня с утра перед матчем команды Т1 против команды Драгон Икс появилась информация, что сегодня будет выступать на позиции Мидлейн Керрия, потому что Керрия аж вчера сыграл 10 игр в соло-ку на Мидлейне. А Гумаюши в это время сыграл на позиции Адекеррия с другим саппортом Дуо тоже в соло-ку. Дуо, правда, он играл с игроком Баут, это игрок второго состава команды Т1. У них есть три состава. Одна команда называется Т1 Рокис, другая команда называется Т1 Еспорт Академия. Еспорт Академия это челленджер команда, а Т1 Рокис это там, где совсем молодежка играет. И у нас сегодня произошло третий вариант. Фейкер не явился все же на матч. Сказали, что он будет пропускать, возможно, несколько недель и будет залечивать свою руку, свою травму. Что за травма, не пишут, но самое логичное, что мы можем предположить, это туннельный синдром, который развился. На какой руке, не говорят, но чаще всего это происходит именно на той руке, которая на клавиатуре лежит. И откуда это появляется? Ну, можете загуглить, это может появиться в любой момент, в любом возрасте. Чем старше вы, тем ниже вероятность, что это произойдет, но это все равно может произойти абсолютно любым человеком. Так а кто же такой поди? Ну, вы даже не знаете, что это поди. Начнем с того, что это поди. Игрок команды Т1 Рукис, который заменял последний месяц игрока основного состава Челленджер команды Найса, команды Т1. И заменял он его, потому что у Найса развился туннельный синдром. И сейчас он заменяет фейкера, у которого, скорее всего, развился туннельный синдром. Здесь официальной позиции еще нет от команды Т1. Этот парень ломает руки своим конкурентам и прорывается в топ рейтинга. Но проблема в том, что он играет не очень. Дело в том, что команда Т1 Рукис находится на предпоследней позиции в чемпионате Кореи, среди других корейских молодоженов. Ему только-только исполнилось 17 лет. Ну, то есть 17-летка не с плюсом, то почти 18-летняя уже, а вот только-только у него. Потому что 2 июля день рождения было, и оно вот как раз совсем недавно произошло. Как видите, его рейтинг это 3 поражения на Азире, 2 поражения на Айчке, 2 поражения на Грагасе, 1 победа на ЛБ, 1 победа на Никой. Ну и поражение на Джейси, поражение на Ари. Вот такой это у нас игрочок. И вот этот игрочок должен будет сегодня заменять Фейкера против команды Драгон Икс. Ну а Драгон Икса все ждали, понятное дело, потому что Драгон Икса это чемпионы мира, которые начали наконец-то побеждать. Хотя, как видите, статистика их прямо из зеркальной. Это действительно команда Т1, у них 2 победы, 6 поражений, у команды Т1 6 побед, 2 матча. Они проиграли. Ну и все ждали противостояния, там опять Фейкер против Берила, ну или Керри против Берила скорее, да. И вот что мы с вами получили. Мы получили ослабленную позицию мидлейн от команды Т1. Ну и давайте смотреть, чем это все завершилось. Многие говорят, что Фейкер, он как бы и не нужен команде Т1. Он ничего не делает, любой игрок играет лучше него на этой позиции. Нам можно просто брать, а там Зевс с Онером вдвоем выиграют, или Гумаюша с Керри втроем с Зевсом там выиграют эту игру. Ну, Фейкер просто звено, которое, ну, занимает слоты и занимается пиаром своей команды. Он же является владельцем команды Т1, кто не помнит. Давайте посмотрим, что у нас в первой игре произошло. Команда DragonX напикала себе драфт, вот такой, через среднюю стадию выход в лейтгейм. Лейтгейм у нее строится через Азира, Заю и Джакса дико сильно. Ну, а среднюю стадию игры будет создавать Кавалерия. Именно что Кавалерия, потому что в данном случае у нас команда DragonX Сиджуани на свинье, и Берилл на лошадке. Орел играет. Ну, а команда Т1 решила играть через среднюю стадию игры. Максимальный Паука Джейса, Кайса через Абилетий Пауэр и Статик Шиф. Паука Тмоукая, Алистар, если что, будет делать инициацию, Ренингтон, если что, будет делать тавердайв. Этот драфт должен зарабатывать огромное количество драконов и пытаться в игру выиграть до 25 минуты. Ну, давайте смотреть, что же у нас произошло. Игнает, понятное дело, берется. Сама команда Т1 забанила Дрейвена, потому что Падук играет Дрейвена, и они не хотели против этого сражаться. Ну, а DragonX решили не потратить ни одного бана на мидлейнера и были крайне удивлены, когда они увидели Джейса на той стороне. Против этого Джейса они взяли Азира. И давайте смотреть, что произошло. Ну, и я вижу здесь хайлайс немножко, как говорится, обрезанный. Напоминаю вам, что я не могу рестримить полные версии, иначе могу страйк на YouTube получить. Вообще мне канал заблокируют. Поэтому я могу только такие маленькие обзорчики делать, используя хайлайсы, которые бесплатно лежат в сети. И я просто смотрел эту игру в прямом эфире. Скажу вам, что за 9 минут, за 9 минут, ничего не происходило на самом деле. Но был интересный ключевой момент в матче, когда Джейс на первых двух уровнях чуть было не затавардавил Азира. Но ему не хватило там урона. Азир в итоге остался в живых, отошел, сделал рекол. А потом уже Азир поймал Джейса на том, что тот в два раза неудачно под вышку подстроился. И в итоге у Джейса преимущество его по фарму почти в 15 за первые 2 минуты заработанное превратилось, вот видите, в 91 фарму против 93. Но чуть позже уже Зевса решили наказать за то, что он решил пластину сломать на топе. Раскал вместе с Юханом выходит на него и зарабатывает убийство на бедном Зевсе. Красивая ульта от Сиджуани. Цепляет его, он там почти убегает, но Джакс до него допрыгивает, добивает и зарабатывает себе First Blood. Первый килл уходит за командой DragonX. На батлайне никто ничего не делал, но чуть позже Керри решил почему-то сделать улын по соперникам, не рассчитав, где находится Юхан. Юхан оказался рядом, и в итоге Керри просто погибает, даже не нажимая флэш. Он понимает, что это было уже бессмысленно. 2-0 счет. Первый дракон хоть и у команды Т1, это как раз за то, что тавердайв на топе делался, но зато чуть позже Юхан еще одну ульту свою реализует по топлейну. Помню, что у Зевса нет флэша. Они еще и фейта позвали на всякий случай, если бы кто-то туда пришел, например, Маукай мешать. Маукай, кстати говоря, попытался и второго дракона забрать за повторный тавердайв, соответственно, своего топлейнера. Только вот незадача в этот раз сюда успел прийти Юхан с Берелым и Падуками. Они просто прогнали с фулл-вижена команду Т1. Джейс не успел подойти вовремя, у него не было предмета, но команда Т1 резко переметнулась забирать Геральтку. Ее надо забирать, но Сиджуани откатилась уже ульта. Она выдает ее по Зевсу. Алистар теряет много здоровья. Джейс кидает кушки и ни в кого не попадает. Врыв идет шикарный Аджакса вместе с Азиром. Много дэмэджа они наносят. И команда Т1 хоть и зарабатывает себе этого краба большого, но теряет при этом одного бойца. А именно Онира. Я сполирую вам то, что Керри здесь не добьют. Хотя Берел перепрыгивает. А, нет, кстати, его добили. Я даже забыл про это. Его добили и Раскал. Умрет ли он? Отыгнает Адзиаса. Нет, он не погибает. Сейчас становится 5-0. И можно нажать паузу. Мы с вами видим, что в 15-й минуте команда Т1 все игроки проиграли свои линии. То есть максимальная доминация в пользу команды Драгон Икс. И учитывая, что драфт команды Т1 может работать только на лейнинг-фазе и средней стадии игры, ну, можно уже сушить весла. Надо что-то предпринимать неожиданное. Прямо сейчас, например, влетать в пятером до тавер-дайва, там, не знаю, Заю, либо Рэл где-то выхватывая. Потому что других вариантов у вас не будет. Вы не можете фармиться дальше с оппонентами. Вы банально им проиграете. Если будете продолжать пытаться фармиться, вот что будет с вами происходить. Будет идти тавер-дайв от Юхана, который просто тавер-дайвит Ренектона. Но не просто, а вместе с Джаксом. Джакс обладает большим количеством урона за счет диван Сундерера. Они его убивают. Топ-ленера команды Т1. Но команда Т1 все-таки ломает вышку снизу быстрее, чем соперники. И первый объект наконец-то себе организовывает эту ферст-блат-вышку. Правда, Зевса после этого Раскал убивает один на один. Пытался с Зевсом, но что-то здесь делать не получилось. Это худшая, наверное, игра от Зевса за многое время. У него 0-4 статистика. Чуть позже врыв идет здесь по Керри. Керри отслышивается, пытается убежать через стеночку. Но Берил его догоняет, прописывает по нему станы и цепляет. А в этот же момент происходит сражение, где попытка Поди вместе с Онером убить Раскала. Но Раскал довольно танковый и много урона наносит. Поэтому он их даже заставил отправиться в бегство. Правда, сам делает резкий врыв в ноу-вижен, пользуясь своей жоней. Пытается выпрыгнуть, но ему не дают выпрыгнуть. Убивают его, но при этом погибает Поди, который убегает вниз прямо на базу к соперникам. 8-1, 1 кило отыграли. Это первое убийство Поди в его карьере. Конечно, очень тяжело, когда твой первый матч на высшей сцене. Это замена в составе команды Т1. Замена Фейкера, где не будет никогда у тебя плюсов. Если ты выиграешь, все скажут, что да, вы все равно играли против бомжей, против команды Драгон Икса. А если ты проиграешь, все скажут, что Фейкер был лучше и твоя карьера на этом закончится. Хочется немножко здесь паузу нажать. Команда Драгон Икс забрала на Шора. Команда Т1 даже не знала, как к нему подступиться. Ни вардов не было, ничего не было. Просто постояли, посмотрели сверху. На Шор достался команде Драгон Икс. Я хотел просто напомнить момент, как у команды, кто не помнит ФНК, произошла однажды замена. И эта замена была, не помню имя уже игрока, Апсет, когда не приехал, на Чемпионат Мира. Помните, 2021, если я не ошибаюсь, год? Апсет, и я решил не поехать на Чемпионат Мира. И тогда появился вот этот вот молодой игрок, которого вытащили просто из ниоткуда. И говорят, будешь ты играть у нас в составе. И он отыграл, ну, как мог, так отыграл. Я сразу вам сказал, что у него не будет никакого будущего, потому что как мог, так отыграл. И это главная проблема вот таких игроков, которых вытаскивать слишком рано, которые не успевают заработать опыт, которые, знаете, вот как какой-нибудь японский РПГ, или просто даже в РПГ-игре, вы заходите в локацию, где слишком высокого уровня персонажи, и вы просто бегаете от них. Вы их не пытаетесь убивать, не пытаетесь сундуки открывать, не пытаетесь босса, понятное дело, убить или найти. Вы хотите просто пробежать эту локацию, вы так вот бегаете. Вот так и здесь получается. Он пришел, он понимает, что это не его уровень, и проблема уже налицо. Все тренера это видят, все аналитики это тоже видят, и понимают, что игрок не готов. А когда он будет готов, охрен его знает, и будет ли он готов хоть когда-то, раз он не смог пройти момент вот этого падения сразу в реку и научись плавать. Он не научился плавать сразу же, имея в виду того игрока из команды ФНК. Ну, а сейчас та же самая история у Пози. В него летит ульта. Да, все здесь увернулись, кроме него, он не среагировал, не сумел, и вроде как ответное убийство даже сделала команда Т1. Зарабатывают они убийство НРЛ, но в этот момент там крокодила снизу убили. Оказывается, Джакс с 5 киллами может легко побеждать крокодила, который 0-4 был. К этому моменту он уже стал 0-5. Ну, а Пози решил почему-то, что может с Раскалом повоевать. Видимо, была информация, что у Раскала нет ульты. Ну, ворвался в него, но закончилось все плохо. Но Ониер решил до конца поиграть в Смайт Айну. Перепрыгнул внутрь, попрыгал, там побегал. Нажал Смайт, но, к сожалению, для него проиграл. Он Смайт Юхану. Юхан красиво у него это выигрывает. Счет 13-2. Драгон Икса решает не форсировать события, не пытаться закончить игру здесь и сейчас. И они среколились, закупились. И только после этого поймали снова Поди. Поди умирает уже третий раз. И видно, что не умеет человек дальше отыгрывать от поражения. То есть он привык играть только от атаки. Хотя, на самом деле, от атаки-то он тоже не особо хорошо отыгрывал. Я вам статистику его до этого чемпионата показал. Кто спросил, а почему именно его-то выпустила команда Т1, а не какого-нибудь другого игрока? А у них нет другого игрока. Дело в том, что у них есть другой игрок. Это Найтс, у которого тоже рука болит. И он тоже был заменен вот этим же игроком. И команда в Челленджере, которая Т1 Академия, она там тоже проигрывает свои матчи. Может быть, из-за него, может, просто проигрывает матчи. Непонятно. А где же все остальные игроки? Ведь Виви, ты говорил, что у команды Т1 самый сильный фарм-клуб. Ну, у них самый сильный фарм-клуб, так и есть. Но вот как-то с медленерами им не свезло. Они продали последнего своего медленера, если я правильно помню, в Канг Дю Монстерсы. Там играет их последний медленер, который был неплохой. Это Скай там с двумя игреками. И он сейчас в Академии играет. Команды Канг Дю Монстерс. Ой, какие Канг Дю Монстерсы? Я их постоянно Канг Дю Монстерсами называю. КДФ им. Кванг Дон Фриксы. Кванг Дон Фриксы. Это Африка Фриксы бывшая, теперь Кванг Дон Фриксы. Ну, просто КДФ у меня, кстати, в КДМ превращается. Просто была раньше команда Канг Дю Монстерсы. Я их всегда так называю. Первая игра, как видите, закончилась очень плохо. Разочарованная команда Т1 выходит в раздевалку. Но еще есть вторая игра. Возможно, там будет что-то получше. И тренер Бенжи, за что ему можно отдать должное, понимает прекрасно, что играть через макро команда не может. Нет фейкер-кола. Играть через своего мидлейнера команда не может. Нет фейкера на мидлейне. И он предпочитает пойти по той же самой связке, что и пытался играть с фейкером. А именно Анечку на мидлейн и все, где минимальные требования нужны от мидлейнера. И связка ваншот-ашот, я ее так называю. То есть вы выбираете любую цель, которую хотите, делаете по ней all-in и ваншотите. Но есть маленькая проблема. Тренер Микро из команды DragonX, он немножко переиграл команду Т1. Увидев Дрейвена, Анечку и Релл, он осознал, что будет происходить. И сразу же против этого начал добирать дисенгейдж чемпионов. Первый же дисенгейдж чемпион был взят, это Ноктюрн. Второй дисенгейдж чемпион был взят Варус с его ультой. Ноктюрн выключает свет, как вы понимаете. Варус с его ультой останавливает врыв оппонентов. И третьего чемпиона он добирает Браума. Или ему Берилл подсказал, давайте возьмем Хемердингера. Уж не знаю, почему он решил Хемердингера взять, Берилл. Но тренер ему поверил, все же чемпион мира, можно ему доверять. Но у команды Т1, если козыри. В данном случае это ганг Онера. На третьей минуте дефолтный такой ганг. С выходом к сопернику сразу же на топ. Такой, знаете, генерал ХС ганг. Нет вардов, мы тебя за гангами. Получается, килл зарабатывается. Но из-за этого теряется гигантский темп. Темп лесника. Я нажимаю специально сейчас паузу. Потому что знаю, что там будет перемотка, скорее всего, до следующего убийства. И что у нас получается? У Вуконга еще три кемпа стоят в лесу. И при этом появляется сейчас Краб. Но Краба он забрать не может, ввиду того, что успеет, честно, Джакс вернуться на ТП. И есть приоритет от ЛБ. А что будет делать Ноктер? Ноктерн заберет либо эту точку и пойдет твой Красный Лес фармить. Который сейчас начнет респауниться с 4.10. Либо он пойдет, заберет второго Краба на рекол и будет повторять свой цикл. Но у него будет преимущество темпа. Да, ты килл заработал. Ну, ассист в данном случае. Но ты сильно отстаешь по темпу. И поэтому на простыне не очень любят делать на третьей минуте ганги. Но надежда на то, что остановить Раскал от Джакса это очень важно. Перематываемся чуть вперед. И что мы с вами видим? Мы видим, что уже происходит именно то, о чем я вам говорил. Именно Юхан выходит уже будучи пятым уровнем на топ-лейн. 40 фарма на 20. Вуконг очень сильно уже отстает. Ему не получилось забрать свой Красный Лес. Его Красный Лес Ноктерн у него украл. И потом на шестом уровне Ноктерн организовывает ганг на мид-лейн. Где, казалось бы, чуть-чуть не хватает урона. Но шикарный выход Раскала со Станом. Прописывает он там как по Анечке, так и по Вуконгу. И не дает добить Юхана. И не дает добить Фейда. Счет становится 3-1. И Зевс говорит, блин, это что, все из-за того, что ты меня загангал на третьей минуте? Ну, а Лесник адекватный скажет, ну, вообще-то да. Это именно все из-за этого. Я тебя загангал на третьей минуте. Единственная надежда, это какие-нибудь контрдействия. И как раз какие-то контрдействия произошло. Грагас шикарно делает ульту. Откидывая Юхана прям под вышку. Вуконгу отдают килл, чтобы он вернулся в игру. Потому что тут 90 фарма на 60. И на 15-й минуте на второго дракона команда Т1 уже решает сместиться всем составом. У них есть ваншот-ашот, который они проводят полностью по Ноктерну. Но не зарабатывает Дрейвен с этого убийства. Это значит, стаки у него все еще остаются. Химерзингерские туретки убивают первого игрока. Потом Вуконгу убивает Джакс. И остаются три бойца команды Т1 против четырех. Красивая кушка от падука, достающая до молодого 17-летнего паренька. Убивает его. Пытается Грагас не дать убить Гумаюши. Гумаюши выживает. Пытается увернуться от всех заклинаний. Куча всего в него летит, но с флэша все же автоатака долетает. И мы понимаем с вами, что это конец игры. Потому что Гумаюши только что 150 фарма был. С нулем убийств Дрейвен с кучей стаков все это потерял. Потому что его убили до того, как он заработал убийство. Ну и счет 37-4 тысячи. По драконам счет 1-1. Молодцы, конечно, команды Т1, что выиграли дракона. Попытка убить здесь Раскола. Куча народу в него пофокусились. Но выключение света не дает продолжить погоню Анечки. Анечка нажимает телепорт только тогда, когда уже обзор появился у нее. И пролетает гораздо позже, чем нужно было. Потому что он актер, он уже заработал убийство на Грагасе. Чуть позже здесь Дрейвен пытается стаки заработать хоть где-то. Раскола избивает. Пошла ульта Дрейвена. Наконец-то он снимает себе 600 золота. Ну это 22-ая минута. Минус 5 тысяч отставания превратилось в минус 4 тысячи. Небольшие надежды как-то вот заигрались. Но если вы хоть чуть-чуть знаете... Сейчас паузу нажму. Если вы хоть чуть-чуть знаете, как драфт работает, как чемпионы работают, то вы понимаете, что вот этот драфт команды Т1 ничегошеньки не сможет сделать вот этому драфту команды Драгон Икс в лейтгейме. Их надежда это делать ваншот, а шот только уже не по одному игроку, а сразу по трём. Но на таком уровне игроков редко они будут подставляться втроём. Ну а здесь странный момент произошёл. Зевс занял позицию в кустах, но он стоит на вардахе. Мердингер это дело видит, выдаёт по нему стан. После этого стан залетает Раскала стан. И дальше варуса сверху кушка с автоатакой. И он погибает. А Зевс так и не понял, от чего он умер. Как они узнали, что он там находился. Отчаянный врыв здесь Онера в попытке перестелить Нашора. Вся команда забегает, пытается хотя бы Нашора заваншотать. Но их хпм не хватает. Ухватило, правда, на Вуконга. За Гумаюши там гоняется Раскал. Бросают уже Дрейвена. Надо забрать хотя бы Нашора. И Нашора Вуконг забирает для команды Т1. Правда, посмертно. Все игроки команды Т1 погибают. Даже Грагаса он не достаётся, который только что воскрес. Ну, как вы понимаете, Драгонекс именно из-за того, что Грагаса убили снизу, пошли на Нашора. Ну а чуть позже Драгонекс уже подпушили мидлейн, подпушили пот. Подпушили топ, развлекаются и идут на третьего Дракона. Побби здесь бегает. Грустненький Санечка. У него 228 фарм против почти 300 фарма ЛБ, которая со статик шивом. В этом патче ещё у них статик шив работает на ЛБ. Запушивает, и никто его остановить не может. Ну и команда Т1 в полном отчаянии стартует Нашора втроём. Грагас снизу с ЛБ. Керри пытается что-то с фланга найти, не помогает забирать Нашора. Анечка делает флэш-ульт и убивает игрока! Но это был всего лишь Хеймердингер, который, в общем-то, успел со мной свой каст выдать. Так что это не имеет значения. А потом мы осознаём, что остальные игроки команды Т1 никого вообще убить не смогли. Потому что их ваншот-ашот должен работать вместе. Все игроки должны вместе в одну цель давать фокус. Мгновенный телепорт пошёл от Джакса по мидлейну. Сразу он там начал танковать вышку, чтобы уже заканчивать мучения команды Т1 без их главной звезды. Ну а Фейт ещё решил заработать убийство на Грагасе. Зевсу совсем штатистику испортить. У Зевса сегодня игра тоже не зашла. Я не могу сказать, ребят, что команда Т1 намного хуже играет без Фейкера. Она отвратительно играет без Фейкера. Это вообще не та команда. Если бы здесь была надпись не Т1, а Бро, вот эти вот Брайана и другие никнеймы, я бы в это поверил. Но то, что сейчас происходило, это было ужасно. Это как будто какой-то адовый протест от команды Т1 с условием того, что этого парня нет, мы играть не будем. Верните нам Фейкера. Ну, Фейкер старенький уже. Этот Поби на 10 лет его моложе и пока ещё без очков. Так, шутка ради, я сказал. Ну а Поди... Что с ним? Что с него взять? Я лично ожидаю, что если Фейкер не вернётся на этой неделе и на следующей тоже, если действительно команда решит играть с запасным игроком, то это будет не Поди. Потому что вот это Поди, ребят. Вот это вот Поди, чтобы вы понимали. И мне искренне жаль этого парня, если он, знаете, не у какой-то повитухи... Не, не повитухи, кто там занимается накидыванием... Какой ведьмы, давайте так будем. Не заколдовал игрока. Первого это Найса команды Т1, а потом не заколдовал Фейкера, что у них руки начали болеть. То, ну, посмотрите сами. Ну, с него чего взять? Он не виноват, он и так играть не умеет. То есть это как меня там сажать и играть против других коллективов и говорить... Виви, ты Чалик, ты Чалик, ты же Мастер взял, значит, ты Чалик. Нет, я и Мастер-то не в соло взял. Как бы на Даймонде могу поиграть. Ну, вот и этот парень говорит, типа... Ну, где-то там в руки я могу поиграть. Ну, может быть, на Ю-Мастер-ш турнирчике могу поиграть. Ну, вообще перспектив мало. Ну, а так, откуда достать игрока? И вот это большая самая проблема. Команде Т1 неоткуда взять сейчас игрока мид-лейнера. Поэтому то, что мы видели слухи, что Керри может сесть на позицию мид, а взять туда реально саппорта, который умеет играть на позицию саппорта Керри, это вполне реально. Если Керри может сыграть на мид-лейне, неплохо. Просто я еще раз объясню. У команды Т1 сезон уже почти закончился. Вы понимаете, да? Уже летний сплит идет, и у вас укомплектованы как ваши Т1 руки команда, так и ваши Т1 челленджер команда. И там произошел вот такой казус. Два игрока из трех вылетели, и вам пришлось брать самого нижнего. Да, он играет на вашей основной позиции. Но, может быть, не стоит брать игрока основной позиции? Ну, чисто интереса ради. Если я нажму на Т1, я смогу увидеть второй состав здесь где-то? Просто хочу увидеть второй состав. Нет, никак. Никак не выйти на второй состав. Я хотел на команду... Хотя, сейчас. Не подготовился немножко, извините меня, ребят. Т1. Что у нас? Академии, да? Вот, Т1 Академии. Слушайте, выдала, выдала. Это он будет? Это тот самый состав? Это что-то не то. Здесь какой-то адекерит тест. Адекерит тест, мид-тест. Это что-то не то. А вот, наверное. Вот, боди там еще был. Во, во. Может быть, может быть. Отсюда стоит взять не только Баута. А, может быть, стоит взять Дала вот этого. Топ-лейнера. А Зевс пойдет на мид-лейн. И просто играет через двух топ-лейнеров. То есть, на мид-лейне взять и использовать Грагаса. Какая разница, где играть Грагасом, да? Или там Сионом. И на топе то же самое. Да, вы лишитесь шатколлинга. Фейкера все равно. Но, по крайней мере, игрок не будет так сильно сливать эту позицию. Как, например, сейчас. Ведь впереди, впереди у поди гораздо страшнее соперник. Вы понимаете, что сейчас он сыграл... Блин. Сейчас. Все. Позакрывал, как обычно. И тебе попробуй вернись на турнир. А ведь сейчас он проиграл, ребят, фейту. Ну, как бы, игрок, который не считается даже топ-8 чемпионата Кореи мид-лейнером. Он, наверное, один из худших там в чемпионате Кореи мид-лейнер. Сейчас я посмотрю. Ну, Бульдог точно лучше него играет. Клоузер точно лучше. Фиеста, Кват. Вот эти вот под вопросом. Два бомжа. Айвори Карис. Это молодые. Мне не совсем понятно. Их бедедей лучше. Гризли. Ой, Зека здесь. Гризли. Это лесник. Он Клида сейчас подменяет. Ну, да. Ладно. Может быть, слишком его загнул я фейта. Ну, топ-7 хорошо у него есть. Топ-7 типа корейский мид-лейнер. Но при этом там пропасть между ним и Чови огромная. Я не представляю, как команда Т1 без фейкера будет играть против Чови в субботу. Но это невозможно. Они никогда в жизни ее не выиграют, эту игру. Если они не смогли выиграть команду DragonX без фейкера, то здесь там просто соло-бола сделает Чови на этом парне и поставит его на фарм. И найти стратегию, именно тренерскую такую стратегию. Давайте придумаем страту, которую можно победить. Это не поможет. Тут просто будет адовый гап игрока над другим игроком. Поэтому надо что-то делать. Нужно найти кого-то, кто может выстоять против Чови. Если Керри, например, с этим может справиться, то окей. Если нет, то нет. Ну, а так все, ребят. Вот такая грустная история. Ну, и по итогу, что у нас получается? Джинджи 8-0. У них сегодня не было игры. У них завтра будет игра против Leaf Sandbox. Кэта Ростерсы сегодня не играли. У них будет матч послезавтра против Брайанов 7-1. Ди Плюски воспользовались ошибкой команды Т1 и приблизились на одно очко. Победив команду КДФ. Причем разгромив как раз вот Кванг Донг Фриксов. Теперь я правильно назову их. Ну, и все. Сегодняшний день был 2-0-2-0. Остальных матчей не было. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. И держим колочки, чтобы фейкер вернулся. Потому что без фейкера, мне кажется, Лиги Легенд даже не должно существовать. Вот у меня такая позиция, ребят. Фейкер для меня это Лига Легенд. А для вас как? Пишите в комментариях. Пока, пока.